Друзья мои дорогие, добрый день! За два доната, которые я получила, мои подписчики не обозначили имен. Спасибо большое, что поддерживаете мою работу. Друзья, я вчера, добрую половину дня, посвятила общению с одним моим очень хорошим товарищем, который проживает в Риге. Я его знаю больше 20 лет. Я познакомились мы, я как экскурсовод Рима и Ватикана. Он как человек, который является хозяином, владельцем дизайнерской фирмы в Риге. И он же является организатором концертов. Но в первую очередь это фольклор, то есть национальные латышские танцы, песни. И в общем-то вот с такими корпоративными группами, либо это были дизайнеры, либо это были певцы, либо это были артисты, это были танцоры. И в общем вот он приезжал достаточно много раз в Рим. И таким образом мы больше 20 лет тому назад познакомились. И до сих пор мы с ним дружим. Он мне рассказал про фестиваль, который проходил сейчас в Риге. Фестиваль проходил в Юрмале под патронажем Лаймы Вайкуле. Я, друзья, отдаю отчет тому, что сегодняшний репортаж будет таким провокационным, но не для обычных подписчиков, а именно для провокаторов. Потому что кто-то мне скажет, вот, ты не называешь имени своего знакомого, поэтому мы будем считать, что этот персонаж ты придумала. Ну, если бы я назвала имя этого своего знакомого, своего товарища, то вот как он мне сказал вчера, Катя, ты репортаж запиши, только именно мое не произноси, потому что у нас сейчас в Латвии очень много разной свободы. В общем, я думала записывать или не записывать, но решила все-таки пересказать. Он мне дал разрешение пересказать, что же произошло на самом деле в Риге. Это его точка зрения, потому что он на этом фестивале был, и он был там по пригласительному билету. Не по обычному билету, а по приглашению. И пошел он на этот фестиваль как просто ради любопытства, ради интереса, а не потому, что он является сочувствующим персонажем. Вы знаете, я, кстати, вот за то, чтобы люди, независимо от того, какой позиции они или какой точки зрения они придерживаются, но чтобы люди видели все своими собственными глазами, а не в чьей-то интерпретации воспринимали те либо иные события. Я вам приведу мой собственный пример. Я читала «Майн кампф». Да, читала. Почему? Потому что я хотела своей собственной головой понять, чем, так скажем, был мотивирован Гитлер, чтобы устроить то, что он устроил 80 лет тому назад. У меня оба деда воевали, принимали участие во Великой Отечественной войне. Москва, под Москвой и Ленинградский фронт. Поэтому я читала, я хотела понять самостоятельно. И, в общем, я приведу даже еще один пример. Не знаю, понравится он моим подписчикам или нет. Если бы подобный фестиваль Лайма в Айколе решила бы устроить, например, не в Юрмале, а вот в Италии, в Кинчано-Терме, у нас здесь, в общем-то, скажем, площадок достаточно много. Вот даже передо мной находится театр, который называется «Хаос». И посадочных мест достаточно много. То, наверное, я бы пошла. Пошла бы тоже для того, чтобы посмотреть, как вот такие вещи организовываются. И, в общем-то, чем мотивируются люди, которые идут и которые в процессе таких мероприятий занимают какую-то, допустим, активную позицию. Ради интереса я бы сделала. Так вот, мой товарищ, он получил этот самый пригласительный билет, он туда пошел. А, и, значит, небольшая вводка, но мне хотелось бы, чтобы мои подписчики, которые проживают в Латвии, вы написали комментарии. Потому что мой друг из Риги сказал, стопроцентный латышин, он сказал, что Лайма в Айколе среди латышей, в принципе, она никогда большой популярностью не пользовалась. То есть, раньше он мне сказал, что она пела в разных ресторанах, но некоторые из этих ресторанов были достаточно специфические. Он мне озвучил, в чем заключалась эта специфичность. Я не хочу на эту тему говорить. В общем, она начинала в ресторанах, и кто-то там ее познакомил в процессе с Раймондом Паусом, свели их, и вот, кстати, он мне сказал, мой товарищ из Риги, что Раймонда Пауса в Латвии всегда очень любили. Во все времена он никогда не лез ни в какие скандалы, не принимал участия ни в каких интригах, занимался исключительно только всегда своей профессией, то есть музыкой. И в подобных фестивалях, в таких фестивалях, как Юрмала, он не принимает участия. Я не проверяла вот эту дату, не проверяла эти данные, как он мне сказал, так я и озвучиваю, с 2016 года, потому что ему кажется, что вот после 2016 года это больше не музыкальные фестивали, это либо какая-то бездарщина, либо все это достаточно политизировано. Вот, поэтому его вот на этом фестивале у Лайма Вайкуля его не было. Но опять же я хочу сказать, как мне сказал мой товарищ, это не потому, что формат этого фестиваля был своеобразным, а потому что просто Раймонд Паус, он подобные мероприятия с 2016 года не посещает. Значит, с точки зрения музыки, что он сказал мне, что с его точки зрения музыки никакой не было, я говорю, ну хотя бы какая-то песня тебе понравилась из того, что было. Нет, говорит, не понравилась. Значит, там единственное вот кого, ну он знал некоторых там латышских певцов, потом вот эта вот сердючка была, все, он говорит, это очень примитивно, все это достаточно бездарно. Что касается, кстати, я позволю себе высказать свое собственное мнение по поводу Лайма Вайкуля, но вы меня извините. Опять же, я не навязываю абсолютно, но я тоже как-то никогда не была ее поклонницей. И вообще она мне казалась певицей безголосой. Ну не такой, как Кристина Арбакайте, потому что там вообще беда с голосом, с вокальными данными. Но безголосой я считала Лайму Вайкуля. Мне не нравилась ни ее манера исполнения, ни ее кривляния, если говорить вот о Прибалтике советской еще. Мне вот больше нравилась Анни Вески, а Вайкуля я как-то... Ну это моя точка зрения, это, знаете, кому нравится арбуз, а кому свиной хрящик. Это дело вкуса. С Пугачевой у нее, кстати, тоже в свои времена не очень хорошие отношения были, потому что Вайкуля она, в общем-то, как-то пыталась ее подвинуть, Аллу Борисовну. Но Алла Борисовна, она у нас такая была всегда несвергаемая, ну, тут нельзя поспорить, потому что голос у нее по молодости был очень хороший, очень сильный, и такая в ней изюминка ее, скажем, такая всегда существовала определенная, ее собственный шарм никогда не кривлялась, старалась быть всегда естественной, поэтому, наверное, заслужена. В общем-то, во все времена она была обласкана и в эпоху Советского Союза, и в эпоху Перестройки, и Россия, и, в общем-то, все вот эти замки, наверное, они были все-таки построены благодаря, в большей степени, на 90%, а может быть, даже больше, за счет тех концертах, которые проходили на территории Советского Союза и России в последующие годы, потому что все вот эти концерты, билеты или корпоративы, там, говорят, просто какие-то ненормальные цены, насколько это все вообще очень дорого стоит. Вот, значит, что касается репертуара, ему понравилось, ему не понравилось, моему товарищу, мы возвращаемся к тому, что происходило в Юрмале, атмосфера сама, то есть атмосфера, она была такая, либо ты с нами, либо ты против нас, то есть ты не мог занимать, иметь такую точку зрения, какую имел мой товарищ, туда прийти только для того, чтобы просто посмотреть своими собственными глазами, увидеть, как это происходит. Нет, то есть там требовалось то, что ты должен был обязательно разделять все то, что там происходило, то есть точку зрения политического, не песенную, а политическую. По поводу Аллы Борисовны, он тут высказался отдельно, все равно я постараюсь, конечно, как-то это смягчить, но напоминаю, что товарищ мой, он дизайнер, он всегда, вот сколько лет приезжал в Рим с группами, он всегда был очень хорошо, очень элегантно одет, он никогда не любил бескусицу, он сказал, что Алла Борисовна выглядела ужасно, такие шортики на ней были надеты, которыми она только лишний раз подчеркивала свой возраст, потому что такая достаточно грузная, сутулая спина, вот эти шортики, вот такие вот две спичечные ножки, то есть такая непропорциональная абсолютно фигура, потому что, наверное, все-таки действительно в каждом возрасте должна быть какой-то дресс-код, какая-то форма одежды, что шортики, наверное, да, для молодежи, для подростков, но никогда тебе восьмой десяток, это выглядит все-таки достаточно смешно, и даже если ноги очень худые, это не значит, что они красивые, поэтому вот эти вот две спичечки, такие неровные спичечки, вот эти коротенькие шортики на ней, было жутко утянутое лицо, но вот смотрите, я не хочу переходить границы правил деликатности, но я все-таки процитирую то, что сказал мой товарищ, что живой труп, еле-еле шла, вот, и в этих шортиках это особенно было почетно, да, Галкин, он сказал, что он очень молодо выглядит, очень хорошо, я не смотрела в интернете, сколько ему лет, но он говорит, ну вот так вот, чисто внешне, так 37, то есть меньше 40 ему можно было дать, то есть фактически они выглядели не как мама и сын, а скорее даже, вот, наверное, как внук ее, там, Никита Пресняков, вот скорее даже такому формат, как будто, в общем, внук привел бабушку, вот, и позиция, конечно, ее непонятна, непонятна. Вот, смотрите, с моей точки зрения, я хочу тут, и вот поговорив с моим товарищем, мы все-таки пришли к такому общему мнению, что здесь не столько какие-то принципы политические идут, а сколько все-таки идет цена вопроса, это деньги. Значит, несколько лет тому назад у Аллы Борисовны, у нее был концерт в Белоруссии, на ютубе фрагменты имеются, в общем, петь она больше не может, это объективно. Но это тоже нормально, потому что происходит возрастная мутация волоса, кстати, один вот из немногих, у кого вот эта мутация не произошла, это Альбану. У основной части певцов с определенным возрастом эта мутация происходит, она больше не поет, но то, что тут она и мафию развела на телевидении с ее вот этими друзьями, с дочкой, с дочкой, на мой взгляд, она очень неплохая актриса ее, но она бездарная певица. То есть, в принципе, я могу сказать, что если бы не Алла Борисовна, вот если говорить об Италии, она даже в пиццерии бы петь не смогла с такими вокальными данными. Опять же, хочу сказать, я стараюсь быть максимально объективной, но это так. Вот, и почему, что ее подвигло вот на такие подвиги, подвиги, я думаю, что это интерес. Все-таки, поскольку она всегда была топовой певицей, у нее было очень много поклонников, справедливо это, конечно, поэтому кто-то просто ее очень сильно попросил организовать и возглавить такое свое собственное движение, что просто за ней очень многие люди пойдут. Вот я почему-то более чем уверена, что это было сделано таким образом. Поэтому и организовали им все вот эти концерты в Израиле. И у меня в Израиле проживают и друзья, и мои родственники, которые говорят, что цены очень высокие. Концертов действительно много, но цены для Израиля очень высокие. То есть кто-то это все организовывает, кто-то это делает, чтобы какую-то компенсацию все-таки, видимо, предложить. Но Израиль страна маленькая очень, поэтому это может продолжаться год, два, три, но потом это все иссякнет. Иссякнет. Вы знаете, потому что предатели ими пользуются, но их не любят. И вот, кстати, очень хорошую фразу сказал Высоцкий по этому поводу. Он сказал, что проблемы в моей стране, в Советском Союзе, они существуют. И я со многими вещами не согласен. Но обсуждать я с вами, зарубежными СМИ, это не буду. Это абсолютно правильно. Потому что человек действительно, он может с чем-то искренне не соглашаться. Совсем не обязательно придерживаться какой-то одной определенной точки зрения. Но выносить какое-то грязное белье и обсуждать это с явно недружественными СМИ, а это правда, с провокационными СМИ, с иностранной пропагандой, наверное, это не есть здорово. Потому что грязное белье, его надо стирать дома. И не выносить это за какой-то определенный предел. А тут как раз пошел другой формат. Смотрите, я хочу привести еще один пример. Мы были, наша семья, очень дружны в свое время с семьей Олега Протопопова и Людмилы Белоусовой, которые проживают в Швейцарии, которые проживают в Гринденвальде. Мы достаточно часто в свое время, еще вот до этого, ездили в Гринденвальд. Это прекрасный город, есть хорошая ледовая арена. Там мы познакомились и с Людмилой, и с Олегом. Мы подружились, мы дружили практически до самой ее кончины. И очень многие вещи я от них узнала, и от самой Людмилы. Что вы помните, да, что это пара олимпийские чемпионы. Они были из Ленинграда в свое время. Как олимпийские чемпионы, конечно, у них были там и бонусы, и квартира в Ленинграде. Ленинграде, и машина у них была, жили они по тем временам очень и очень достойно. Но потом вот они решили переехать в Швейцарию. Остались в Австрии, по-моему, после каких-то соревнований. В общем, в результате оказались в Швейцарии, вот в этом курортном городе Гринденвальде. В Швейцарии тоже можно жить, конечно, по-разному. Я задавала вопрос Людмиле, а вот как первые годы они жили. Но они шли на расхват очень у многих западных СМИ. То есть это были и BBC, и CNN. И вот за эти интервью, которые они давали, в формате которых они должны были, конечно, обличить весь Советский Союз, Советский Строй и прочее, прочее. В общем, они тоже политизировались, хотя раньше они к политике никакого отношения не имели. И за эти интервью им первые годы очень неплохо платили. Особенно первый год. То есть денег было достаточно много. Их приглашали на всевозможные шоу. И, в общем-то, как говорится, перло первый год. Второй год уже стало переть меньше. Третий год уже практически ничего не было. А потом они просто-напросто сели на социал. Я вам хочу сказать, мы были в той квартире, в которой они проживают. Это шале, недалеко от вокзала, города Гринденвальд, первый этаж. Двухкомнатная квартира, социальная квартира, социальная мебель. Что такое социальная мебель? Ну, просто когда швейцарцы, они мебель, ну, не хотят выбрасывать ее. Они отвозят на специальный депозит. И потом, значит, вот эти соцслужбы, они распределяют между людьми, у которых нужда. И вот такая вот у них мебель. То есть квартира практически не меблирована. Что касается электричества, газ и так далее. Значит, это бесплатно все у них там за счет муниципалитета. Каток, лед у них был точно так же за счет муниципалитета. Это очень скромная одежда. То есть практически вот сколько раз мы приезжали тогда в Гринденвальд. Одежда была на Людмиле одна и та же, на Олеге точно так же. Но они потрясающие люди при всем при этом. Потому что вот первый раз на коньки поставила моего сына, именно Людмила. Но видите, как получилось, что да, то есть когда люди совершают, наверное, эту ошибку, вот такую ошибку в жизни, то есть сначала они идут, конечно, на расхват. Ими пользуются, даже за это платят. Но это вечно не существует. Потом говорят, до свидания, все, вы нам больше не нужны. И потом люди сталкиваются с реальностью. А у денег, у них имеется такая особенность, что они очень быстро заканчиваются. И вот тут я хочу подчеркнуть то, что мне сказал, вот этим хочу закончить то, что мне сказал мой товарищ из Риги. Я думаю, что Алла Борисовна, она очень сильно сдала. Потому что, наверное, в итоге, что женщина, она очень неглупая, и я даже считаю, что где-то по житейски мудрая. Я думаю, что она в душе своей, она это очень хорошо понимает. Что всю жизнь она была обласкана, жила очень неплохо, государство к ней относилось весьма щедро. И, в общем-то, даже ее певческую мафию не трогали на протяжении длительного времени, позволяли ей делать все, что она хочет. И, в общем-то, то, что она поступила вот таким образом, знаете, как говорится, шкура подлеца, она всегда тяжелее, чем шкура жертвы. Я, опять же, не разбираю политическую сторону. Я разбираю сам поступок, что так вот со страной, с родиной поступать нельзя. Что в Айкуле, она у себя дома, она в Латвии. Алла Борисовна, она в Израиле в любом случае, она там, может быть, и не в гостях, раз своя недвижимость, но она не свой человек. А по отношению к родине так поступать, это как по отношению к своему отцу. Или по отношению к семье своей. И человек, он это ощущает в любом случае, как бы он не жил в какой-то иллюзии, что он делает какое-то правое дело и так далее, борется с каким-то мировым злом. Но он ощущает это, и это не дает хорошего здоровья и хорошего, скажем, ощущения себя. По этой причине, видимо, она очень сильно сдала, потому что 74 года ей я посмотрела, и вот мы с товарищем с моим говорили, 74, он говорит, ты знаешь, ей можно было бы дать и 80. Просто она настолько утянута, что на самом деле непонятно, какого она возраста, 70 ей 75, 80, 85, но выглядит это все достаточно комично. И ходит она очень-очень и очень плохо. Вот. Поэтому вот то, что мне рассказал мой товарищ, ему этот шабаш не понравился абсолютно. И очень многим его знакомым, его знакомым, что есть большой процент людей в Латвии, латышей, которые вот все вот эти провокации воспринимают очень негативно. Не всем это нравится, большинству это не нравится, потому что знают прекрасно и понимают, что мы соседи, и соседями надо в любом случае ладить, жить по-человечески, а не быть марионеткой у заокеанского старшего брата. Потому что старший брат, он за океаном, а мы все рядом, на одном небольшом континенте, который называется Европа. Многим людям, большинству, это уже стало ясно и понятно. Вот такие времена, друзья. Спасибо большое, что смотрите. Я вас очень люблю. И мы с вами увидимся завтра.